Добрый день, дорогие друзья! Я думаю, что мы больше не будем задерживать вас и тратить ваше время. Что ж, прежде чем Ульяна Петровна расскажет вам о востоковедении, ответит на все ваши вопросы, я бы хотел рассказать немножечко о формате нашей встречи. Во-первых, представиться, меня зовут Никита Синопальников, я помощник заместителя декана по работе с абитуриентами и выпускниками. Спасибо большое, что вы пришли, спасибо, что согласились принять участие, я думаю, что у вас всех есть вопросы. И в целом, такие встречи мы делаем, мы — это отдел заботы об абитуриентах факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики, мы это делаем для того, чтобы вместе с вами пройти нелегкие испытания, которые выпали в этом году. И мы бы хотели информировать вас о всех возможных изменениях, которые могут произойти, либо же, в принципе, делать так, чтобы вы оставались в курсе событий, отвечать на ваши вопросы. Формат встреч конкретно этих — это именно ответы на вопросы. Поэтому примерно такой, примерно следующий план у нас будет сегодня. Это, во-первых, я передам слово Ульяне Петровне, вступительное. Далее мы бы хотели отвести большую часть времени под ваши вопросы. Я надеюсь, что они у вас все-таки есть, на которые как раз-таки Ульяна Петровна и ответит. После чего мы ответим на вопросы, которые нам были заданы в группе ВКонтакте, группе для абитуриентов. И в целом, наверное, это весь план. По ходу дела, скорее всего, что тоже будут появляться вопросы, поэтому, конечно, их задавать. Что ж, Ульяна Петровна, я передаю вам слово. Пожалуйста, давайте начнем. Хорошо, спасибо большое, Никита. Меня слышно? Я нормально в эфире? Да, да, вас слышно. Хорошо. Доброе утро еще раз всем участникам. Спасибо за ваш интерес к нашей программе. Я готова ответить на ваши вопросы, потому что этот формат для нас новый. Это не совсем день открытых дверей. Это, я так понимаю, больше вопросно-ответная форма работы. У меня есть презентация, на которой, возможно, потом, если будут по ней какие-то... Не по ней, в смысле, если у вас возникнут какие-то вопросы, я вам могу показать это и в виде слайдов, какие-то изображения, если они будут релевантны. А пока я бы хотела вкратце сказать, что мы работаем. Мы все попали с вами в непростую ситуацию. И в плане приема в этот год, особенно вы, если вы родители, или вы, если вы дети, и те, и другие одинаково переживают. И мы переживаем, как у нас сложится набор в этом году. И готовы максимально делать все от нас зависящее, чтобы наш набор состоялся как обычно. Потому что мы всегда заинтересованы в наших студентах потенциальных, в наших абитуриентах. И если у вас есть какие-то пожелания по оптимизации формата поступления, говорите. Мы будем их по возможности учитывать. Сразу скажу, отвечу на самый главный вопрос, который мне не раз задавали, который был продублирован в процессе подготовки этой встречи. Вопрос, который сейчас всех волнует. Что будет с ЕГЭ? И как вообще будет проходить процесс поступления? Некоторых смутила информация про два ЕГЭ, которые были озвучены нашим руководством, я имею в виду в стране, не министерством образования. Я хочу уточнить для всех желающих, что эта информация, она зачастую неправильно воспринимается. Два ЕГЭ – это те ЕГЭ, которыми вы можете ограничиться. Но для поступления тех, кто хочет поступать в ВУЗы и конкретно на нашу программу, те сдают те ЕГЭ, которые у нас и были запланированы. Я получаю много вопросов по почте, например, от родителей, возможно ли как-то изменить в текущей ситуации сложно, условия приема. И должна сказать, что здесь правила очень строгие. С декабря никакие изменения в правила поступления вноситься не могут. К сожалению, это очень жесткие правила, которыми ограничены все ВУЗы. И то, что мы объявили до 1 декабря, так все и состоится. Я имею в виду все правила поступления, минимальные баллы, льготы. Все это остается в том же формате, в котором это было заявлено до случившегося всего. Поступил вопрос мне, а что тогда с Олимпиадами? Ведь олимпиадники чуть-чуть ослабили, так скажем, сделали более-таки бонусное получение баллов для поступления. Да, действительно, там все рос, вы знаете эту историю, что все, кто дошел до заключительного этапа, получили возможность стать призерами и так далее. То есть это их личные правила. Понимаете, Олимпиады – это их личные правила, а мы ориентируемся только на результаты Олимпиад. То есть мы могли бы, если бы нам дало возможность такую министерство образования, юридическую возможность, внести изменения в правила приема и как-то их сделать более оптимальными. Но, к сожалению, это не случилось, и это, честно говоря, произойдет вряд ли. Я не могу гарантировать, возможно, что-то вдруг получится, но пока у нас информация на это лето такая. Мы все работаем по тем правилам, по тем правилам приема, которые были озвучены в декабре, и мы их не можем менять. Юридически оснований точно нет. А вы понимаете, что поступление – это такой тонкий момент, в котором каждый шаг, каждый наш с вами вздох должен быть прописан юридически. И поэтому, например, вот то, что Всеросс дал многим дошедшим, ну, в общем, свои правила были у Всеросса, статус призера, да, мы с этим будем работать, мы возьмем всех призеров, ну, согласно нашим правилам. То есть, да, их количество увеличится явно. И действительно, мы ожидаем больший приток олимпиадников на нашу программу. И опять же, отвечая на вопрос, который я получила заранее, останутся ли места для тех, кто сдает ЕГЭ. Да, они останутся. Высшая школа экономики гарантирует, что 25% мест в любом случае будет предоставлено тем, кто сдает вступительные экзамены по ЕГЭ. Ну, не вступительные, а просто тем, кто сдает ЕГЭ. Это правило действует в вышке давно, потому что мы понимаем, и наше руководство отлично понимает, что олимпиадники – это прекрасная категория, мы их всегда приветствуем, любим, понимаем, что это мотивированные ребята, которые из года в год занимались востоковедними, получили свои результаты, ну, востоковедними, языками, историей, восточными цивилизациями, и получили свое право поступить на программу с льготами. Но мы также понимаем, что есть наши потенциальные студенты, которые просто хорошо сдали ЕГЭ, и у них должна быть возможность поступить на нашу программу. Таким образом, здесь мы благодарны руководству вышке, которое дает нам возможность 25% гарантированно в каждый год принимать студентов по результатам ЕГЭ. И сейчас я буквально перед началом нашей встречи уточнила эту информацию у нашего заместителя декана по приему, и она подтвердила нам, да, Энтина Екатерина Геннадьевна подтвердила, что да, 25% мест будет отдано тем, кто сдает ЕГЭ. Даже если к нам на наши все бюджетные места придут олимпиадники, все равно 25 мест от общего приема, это будут результаты по результатам ЕГЭ. Поэтому мы ожидаем разных абитуриентов в нашей программе, и тех, кто получил право поступать по результатам олимпиад, и тех, кто получит право поступать по результатам ЕГЭ. И здесь же тогда, раз уж я заговорила сначала про прием, вопрос по проходным баллам, мне тоже его задавали. Правда, в вопросах, которые я получила, были вопросы и не касающиеся моей программы, поэтому я сразу разделю, что наша программа востоковедения, а есть другая программа, и не одна в нашем ВУЗе, на которой тоже изучается не востоковедение как таковое в целом, а различные аспекты, связанные с Востоком. Я получила вопрос, например, по программе Кёнхи, которая тоже существует у нас в факультете, активно реализуется, каждый год проводит набор студентов, но я предлагаю вам эти вопросы по программе Кёнхи адресовать, соответственно, на эту программу и ее руководителю. Вот, но поскольку вопрос был про проходные баллы, я озвучу про наши проходные баллы, озвучу информацию. Действительно, как вы написали, у нас есть минимальные проходные баллы, и вы их должны набрать. На нашей программе это 60. 60 баллов вы должны набрать минимум по трем результатам, по трем экзаменам ЕГЭ. По всем 60. Мы немножко подняли этот балл в прошлом году, потому что считаем, что действительно минимальный порог по истории русскому иностранному языку должен быть 60, не ниже. Потому что у нас мы сразу погружаем студентов в исторический дискурс, они сразу начинают учить иностранные языки, ну и русский язык тоже нам необходим, как студентам, потенциально работающим с языком. Поэтому этот порог был немножко поднят с 55 баллов, мы считаем это обоснованным. И придерживайтесь, ориентируйтесь на эти цифры. 60, 60 и 60. Это тот минимум, по которому вы можете пройти, например, на платную, поступить на коммерцию. То есть ниже этих баллов нельзя пройти, даже если вы хотите на платное обучение. Это порог, который надо перейти всем, и олимпиадникам, и тем, кто идет на бюджет, и тем, кто идет на коммерцию. Что касается проходных баллов, был задан вопрос, как я пойму, что я прошел на бюджет. Это вопрос такой, вернее, ответ на него сложный, потому что это такая процедура достаточно динамическая. Вы отслеживаете процесс вашего поступления, и в какой-то момент, там первая волна, вторая волна, мы отрезаем количество бюджетных мест, и по нижней, мы отрезаем по количеству, и низшая строчка, которая в этом отрезанном списке, тот счастливчик, который оказался низшим в этом списке, соответственно, его баллы становятся минимальными проходными. Эта ситуация может меняться в ходе приема, там первая волна, вторая волна. После того, как аппликовывается первый список, мы начинаем обзванивать тех, кто еще не принес свои оригиналы аттестатов и так далее. Ну, то есть, это сложная такая система. В этом году это будет, наверное, еще сложнее, с учетом всех обстоятельств и эпидемиологической ситуации. Но я вам описываю обычную схему, которой мы постараемся максимально придерживаться в этом году. То есть, вы понимаете, какой балл минимальный, только по ходу дела нашей приемной кампании. Соответственно, если говорить о цифрах, у нас достаточно плавающий этот балл, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Это связано со многими факторами. Ну, например, давайте я про цифры скажу. В прошлом году у нас проходной балл на бюджет был 291 по трем ЕГЭ. Так, то есть, история русский и иностранный. Три ЕГЭ, 291 балл. Это в прошлом году. В позапрошлом году, у нас в 18-м, проходной балл у нас был 298. Ну, а на самом деле еще чуть выше. Это он упал в последний момент. То есть, 298, а перед ним было 301. Проходной балл из 300, к сожалению. При том, что мы соблюдаем, как я вам сказала раньше, вот эти нормы 25% тем, кто сдал ЕГЭ. И эти цифры больше 300 баллов появляются в результате того, что наши абитуриенты имеют дополнительные баллы. Значит, что их можно получить. В этом году система дополнительных баллов изменена. Об этом всем написано на странице программы. Вы можете почитать подробно про все, про учет достижений, так как это называется. Учет достижений при поступлении. За что вы можете получить дополнительные баллы. Это все прописано на странице программы в главе вкладки абитуриенты. Итак, если озвучивать дальше, да, у нас такой был рост наш балл, скачкообразно. В 2015 году это было 280, в 2016 – 287, в 2017 – 298, и он держался 2 года. В 2018 – тоже 298, а в 2019 – мы его немножко снизили до 291 балла. Да, мы действительно снизили, потому что, с одной стороны, мы заинтересованы в ребятах с хорошими результатами, но, с другой стороны, мы понимаем, что если у нас проходной балл будет 300, мы недосчитаемся многих талантливых студентов. И поэтому мы действительно прикладываем усилия для того, чтобы немножко снижать этот проходной балл. К сожалению, здесь не все зависит от нас. Мы не можем регулировать поток, который к нам приходит, поток желающих изучать востоковедение, и мы очень рады, что у нас такой большой интерес со стороны абитуриентов к нашей программе. У нас один из самых высоких проходных баллов на вообще высшей школе экономики. Особенно в прошлом году мы входили, по-моему, в топ-3, что ли. Это, с одной стороны, хорошо, да, мы рады. С другой стороны, это не очень хорошо, потому что отпугивает некоторых абитуриентов. Я вас призываю не бояться поступать, потому что никто не знает, какая ситуация будет в этом году, мы даже предположить не можем. Если в прошлом году мы могли прогнозировать некоторое снижение баллов, потому что мы над этим целенаправленно работали, мы там регулировали условия приема по Олимпиадам и так далее, то в этом году никто ничего не может прогнозировать. Меня спрашивают, примерный проходной балл, даже примерно никто не может сказать, потому что ситуация очень сложная, в которую мы с вами все попали. Ну вот ориентируйтесь на цифры такие, да, было 298, в прошлом году снизился до 291 балла, 291, это цифра прошлого года. Так, дальше еще один момент был вопрос про внутренние экзамены вышки. Да, та узкая категория граждан, которая поступает без результатов ЕГЭ, ну это те, кто учились за рубежом и не имели возможность сдавать ЕГЭ, да, у них действительно будет возможность сдачи внутреннего экзамена, но формат его, он точно будет дистанционным, но формат его пока конкретно я прописать не могу. Да, это будет известно ближе к июню. Вот, и далее, в принципе, я хочу вас адресовать с вопросами по поступлению, как в приемную комиссию общей высшей школы экономики, так и нашему заместителю декана по работе, по профориентационной работе, Энтина Екатерина Геннадьевна. Я знаю, что с ней тоже проводятся и будут проводиться регулярные встречи, и вот там вы сможете уже задать конкретные вопросы, более конкретные, на которые получите еще более развернутый ответ, потому что Екатерина Геннадьевна занимается именно вопросами приема, в том числе заместителя декана. Декана нашего факультета. И она вам сможет дать еще более развернутые вопросы. Она будет держать руку на пульсе и освещать ход приемной кампании, в общем-то, практически в онлайн-режиме. Вот, это что касается поступления. Ну и далее, я даже не знаю, стоит ли озвучивать особенности обучения в нашей программе подробно. Да, я думаю, что, я даже вижу по фамилиям, что люди здесь есть, которые бывали у нас уже и раньше. В Востоковедине, я вкратце только скажу, что Востоковедине, отличие нашей программы, да, такое, сейчас спрашиваю, чем вы отличаете? Мы отличаемся тем, что предмет нашего изучения в целом, комплексно. Востоковедине, Восток как таковой. Есть программы, которые занимаются отдельными регионами, в том числе и у нас в ВУЗе. Это может быть, там, отдельно Япония, отдельно Китай, отдельно Юго-Восточная Азия. Эти программы существуют у нас на Дружеском факультете гуманитарных наук в Институте классического Востока и античности. Они изучают отдельно регионы, и они делают акцент, как следует из названия их департамента, на классический Восток. Ну, больше тут рассказывать про них не могу, это их дело, в смысле, я не буду лезть в их епархию, да, мы с ними дружим, да, у нас очень многие преподаватели пересекаются, у нас есть общие проекты у студентов. То есть это наше дружеское подразделение, но если спрашивать у различных, о которых часто спрашивают, это именно вот так. Да, это, во-первых, они изучают отдельные страны или регионы, и, во-вторых, они делают уклон на классику, на изучение классического Востока. В то время как наша программа делает акцент на изучение прикладного современного востоковедения. То есть мы стараемся максимально вывести наших студентов в современный мир Востока по четырем направлениям региональным, Китай, Корея, Япония и Ближний Восток. И выстраиваем учебный процесс таким образом, чтобы наши студенты, во-первых, изучали Восток в его комплексе, во-вторых, знали все то новое, что сейчас происходит на Востоке, в области политики, экономики, общества, культуры, языка и разных других аспектов. Что я имею в виду под Восток в целом? Это означает, что у нас большая часть дисциплин действительно изучает Восток в целом. Не отдельные регионы, а Восток в целом. Там есть целый востоковедческий блок у нас в программе учебной, где студенты изучают, например, международные отношения на Востоке в целом. Это слушают все, вне зависимости от региональной специализации. Будь вы японист, китаист, кореист или ближневосточник, неважно. У вас есть общая дисциплина, которую вы слушаете все вместе. Или мировоззренческие системы на Востоке, на Востоке в целом. То есть все студенты, у которых специализация, соответственно, общество, они все слушают профессии, правоотеретические системы, которые присутствуют, которые есть в восточном пространстве. Или там деловая культура Азии. Мы тоже. Мы даем нашим студентам всем представление об особенностях деловой культуры всех регионов, которые изучаются на нашей программе. И таких предметов у нас достаточно много. Это, в общем-то, следует из названия нашей программы «Востоковедение». И при этом очень большой блок у нас уделяется непосредственно региону, который вы выбираете при поступлении. Здесь я тоже хочу особо подчеркнуть, что у вас свободный выбор. Мы никого не ограничиваем по региону. При поступлении вы указываете, какой регион вы хотите изучать из этих четырех. Япония, Китай, Корея или Ближний Восток. И получаете этот гарантированно свое место именно в этом региональном направлении. Более того, в течение первых дней сентября у вас есть возможность его поменять. Если вы поучились неделю-другую, там точные рамки вам потом уточнят. Например, не буду называть, чтобы не обижать, на каком-нибудь направлении поняли, что это не ваше. Не лежит у вас душа в иероглифике. Вы хотите арабскую вязь. У вас есть возможность перейти. Несмотря на то, что вы указали при поступлении, например, Японии. И наоборот, у вас не устраивалось Ближневосточное что-то, и вы хотите перейти на Корею. Пожалуйста, в течение нескольких первых дней сентября мы даем вам такую возможность. Потому что понимаем, что некоторые студенты приходят уже с четкими интересами. Люблю Китай на всю жизнь. А некоторые студенты приходят неопределившиеся и ставят наугад. Специализация такой тоже бывает. Люди любят Восток в целом. Мы таких тоже очень приветствуем студентов. А потом они выбирают свою специализацию. И могут ее поменять в начале сентября. Таким образом, вы получаете на первом курсе региональную специализацию. И у вас многие дисциплины дальше будут выстраиваться именно относительно вашего выбранного региона. Экономика Китая, классический восточный язык китайский и, соответственно, по всем другим регионам. Экономика Японии отдельно слушают только японисты. Экономика Кореи отдельно слушают только кореисты. То есть у вас есть блок общевостоковедческий, где вы изучаете дисциплины по Востоку в целом. И у вас есть свой собственный блок по вашему региональному направлению. И третье, что вы можете выбирать, это предметная специализация. На втором курсе вы выбираете предметную, то есть уходите ли вы в общество и культуру в такую специализацию или уходите ли вы в направлении политики и экономики. У нас регулярно, каждый год уже давно студенты выбирают эти специализации, они могли называться по-разному, но принцип был именно такой. И соотношение тоже из года в год разное. Я все хочу вырисовать какую-то тенденцию, но никак не получается. Да, возможно, это зависит от региона. Например, на Китае у нас больше традиционно выбирают политику и экономику. На каком-то из других направлений выбирают традиционно больше общество и культуру. Но тенденции как таковой нет. Я вам не могу сказать, если меня спросите. Я говорю, что примерно усредненно пополам. Если усреднить, наши студенты делятся примерно пополам. При том, что мы тоже даем выбор свободный нашим студентам. Если из семи китайских групп пять хочет учить экономику, а две – общество и культуру, мы даем им эту возможность. Ну, то есть вот примерно такой у нас существует принцип распределения. Там есть свои тонкости, не все так прям абсолютно свободно. Там зависит количество мест в группе, если вы успели в него попасть. Это, к сожалению, то, что нам те препоны, которые нам рамки, которыми нас ограничивает университет. Да, не может быть меньше такого-то количества человек в группе. Но в целом мы даем этот выбор и справляемся с ним. Вроде бы все довольны по предметам специализации. Ну, есть у нас дисциплина общего цикла. Это известно. Английский, цифровая грамотность. Тут тоже я много всегда рассказываю. Не буду сейчас занимать время. Если будут вопросы, я отвечу, зачем нашим студентам цифровая грамотность, какой у нас английский и так далее. Все. На этом я предлагаю мою часть вступительную закончить и готова выслушать ваши вопросы. Или могу продолжать дальше. Давайте, Никита, сориентируйте нас, как мы ведем себя дальше. Спасибо большое, Ульяна Петровна. Да, так. Вот, Ульяна Петровна, в чате появился вопрос. Так, льготы учитываются. Так, давайте так еще раз. У нас, я сейчас отвечу, но у нас все вопросы по поступлению прописаны на сайте очень подробно. Что за что дается, сколько баллов и учитывается. Значит, у нас, что у нас получилось здесь, давайте конкретно. Две олимпиады, высшая проба по востоковедению и по восточному языку. 100 баллов по предмету. Смотрите, в случае поступления в... А, поняла. Обе олимпиады по высшей пробе. Так? Востоковедение и восточный язык. Насколько я знаю, если у нас ничего не изменилось, опять же, в ходе нынешней приемной кампании, у нас 100 баллов вы получаете по тем предметам, по которым вы являетесь призером. Да, вот я раз ключевое хочу спросить, то есть будут учитываться две олимпиады или только одна? Да, да, смотрите. Если это отдельный ЕГЭ, то вы получаете балл, ну, как будто бы вы очень хорошо сдали ЕГЭ идеально, да? Это учитывается. Но я уточню этот вопрос, потому что вот сейчас в ходу он нигде не поднимался у нас до этого. Я посмотрю, не внесли ли какие-то изменения, да? Поэтому я, может, даже прямо сейчас уточню, посмотрю и отвечу вам. Ну, вообще, да, принцип был такой. Вы получаете 100 баллов за ЕГЭ по вашей олимпиаде. Ульяна Петровна, я могу ответить на вопрос по поводу справок. Да, ответьте, пожалуйста. Да, в этом году сказали, что справку 086У предоставлять через личный кабинет не обязательно. Насчет доступной среды в корпусе Востоковедения. Программа Востоковедения расположена в корпусе Старой Басманной. И я там сам учился. Насколько помню, как раз-таки все там устроено. В аудиториях есть лифты, пандусы, да, это все есть. И, Ульяна Петровна, вот спрашивают, реально ли претендовать на особую квоту. Я, наверное, вчера просто поступал вопрос такой для ребят с мировой экономики. Вот ребят, точнее, претендующие на мировую экономику. И, в принципе, у нас в правилах Высшей школы экономики прописано, что 10% от всех бюджетных мест отводятся для ребят, для абитуриентов с особым правом. Соответственно, это как раз-таки имеется в виду, что вы попадаете в вот эту категорию. Какой там смысл? Как я понимаю, что, Ульяна Петровна, поправите меня, если я неправильно что-то скажу. 10% есть у нас. Вот вы поступаете туда, точно, то есть вам гарантировано. Конкурсная ситуация может произойти тогда, когда, например, на эти 10%, условно, на 10 мест претендуют 15 человек. Вот тогда среди них производится конкурс. А так, у вас есть возможность поступить на квоту и воспользоваться правом квот. Так, а насчет каких, насчет документов, я бы, я сейчас скину ссылку, где это все прописано. Лучше ознакомиться там, то есть, чтобы мы вас не путали. И обучение на востоковедении, насколько я знаю, проводится на русском языке, но с элементами предметов на английском. Обычно они не превышают 25% от всей программы. Ну, давайте я уточню, Никита. Слышно меня? Да, давайте. Действительно, у нас основное обучение ведется на русском языке, но если вы посмотрите на страницу нашей программы, там указано, что программа читается на русском и на английском, потому что действительно определенная доля дисциплины у нас читается на английском языке. Это и дисциплины онлайн, и дисциплины оффлайн, которые читаются в аудитории. И про определенный процент здесь говорить сложно, но тенденция такая, что количество дисциплин, читаемых на английском языке, будет увеличиваться. Это общая тенденция вышки. Интернационализация, информатизация, обучение и так далее. Поэтому сложно сказать, какой именно процент у нас читается на английском языке, но такие дисциплины есть. Ну, помимо того, что у нас есть сам английский язык на программе. Дальше я отвечу на два вопроса про перевод. Коммерческое обучение на бюджетное. Да, это возможно. У нас студенты имеют... При наличии мест, если освобождаются места на бюджетном отделении, в бюджетной части программы, то мы объявляем конкурс на эти места, и есть возможность перевестись с коммерции на бюджет. И такие действительно бывают случаи. Если вы посмотрите историю наших новостей, нашей программы, вот пролистаете ленту, там периодически появляется такая новость. Поздравляем такого-то студента, такую-то студентку с переходом на бюджет. Да, это реальная новость, это случается. Не очень часто, потому что, к сожалению или к счастью, у нас не очень часто освобождаются бюджетные места, но как только они освобождаются, на них сразу объявляется конкурс, и вы подаете туда свое заявление. Если вы хорошо учитесь на коммерции, ну, там определенные правила есть для перехода, там точно прописано все, сколько баллов, какой процент у вас должен быть успешной учебы, вы, да, имеете право перевестись на бюджет. И такие случаи реально есть. И второе... Да, и еще, отвечая здесь же на похожий вопрос, студенты, которые обучаются на бюджетном... на бюджетной основе и на коммерческой основе имеют абсолютно одинаковые права на программе. У нас нет отдельно групп бюджетных и коммерческих. У нас группы все смешанные. У нас нет отдельно, например, отбора на стажировки среди бюджетных студентов и коммерческих студентов. У нас общий рейтинг, в котором в перемешку идут как раз студенты бюджет-коммерция, бюджет-коммерция. Эти рейтинги, кстати, выложены на странице программы. Вы можете посмотреть, что там идет именно в перемешку БК, БК, ББ, КК, ББ, КК, то есть бюджет коммерции студентов, да, списки студентов в рейтинге. И очень часто студенты коммерческие, ну, те, кто учится на коммерческой основе, в рейтинге стоят выше, чем те, кто учится на бюджетной основе. И, например, пользуются чаще, ну, если они стоят выше, то у них выше вероятность, например, уехать на стажировку. Потому что отбор на стажировку в страну или регион изучаемого языка проходит, в том числе, этот отбор проходит на основании рейтингов, текущих и кумулятивных. То есть эти студенты пользуются абсолютно равными правами, но и у коммерческих студентов есть шанс перестивиться выше. Скидки по баллу действуют действительно при поступлении. Вы получаете свою скидку, там, максимальную 75%, и потом вам нужно ее подтверждать. Да, если вы съехали в рейтинге низко, да, в ту часть рейтинга, где уже нет скидок, к сожалению, дальше вы уже на нее не можете претендовать. Единственное, это не касается, насколько я знаю, студентов-лицеистов, которые из нашего лицея, я имею в виду, из лицея ВШ, потому что если вы в лицея ВШ получили свою скидку, то она действует весь период обучения. Но это касается только тех, кто закончил лицей ВШ и получил львоту. А все остальные студенты при поступлении скидка действуют первый год. А дальше вам нужно ее подтверждать. Я прошу прощения, что перебью. Единственное, что я бы добавил, что у ВШ есть лицеи ВШ и также есть программа распределенного лицея, это партнерские школы, у которых также есть права участвовать. Они поступают по собственному рейтингу, могут претендовать на особую скидку, отличную от других. Но, как я понимаю, все ребята, которые поступают из таких школ, они сами в курсе этих процедур. Я уточнила, Дмитрий, по-моему, задавал вопрос про две Олимпиады. Да, если это разные Олимпиады и если это разные предметы, то вы по обоим предметам получаете 100 баллов. Да, это мне сейчас подтвердили. Действительно так, ничего не изменилось. То есть отдельные, вы не можете одну и ту же льготу применить к одному и тому же процессу. То есть восточные языки вам дают соответственно льготу, я так понимаю, если я вас правильно понимаю по иностранному языку, да, а в Востокове, например, там по истории. То есть вы должны следить, чтобы это были льготы на разные предметы при поступлении. Тогда они работают обе. Так, процент студентов, про стажировки. Так, давайте сначала на более короткий вопрос отвечу. Включает ли в себя изучение корейского языка? Конечно. Все, о чем я сейчас говорила, про региональные специализации, это, естественно, относится в первую очередь к системообразующему. Да, одному из системы, одной из системы образующих дисциплин нашей программы, это язык восточный. У нас на программе изучаются 4 восточных языка. Если вы выбираете региональное направление Япония, вы изучаете японский все 5 лет. Если вы выбираете Китай при поступлении и не меняете, вы изучаете китайский 5 лет. Соответственно, вы выбираете Корею при поступлении, изучаете корейский все 5 лет. Если вы выбираете Ближний Восток, вы изучаете арабский. Тут есть варианты. Поскольку Ближневосточный регион охватывает много стран, порядка 25 стран, то у нас иногда по желанию студентов организуется дополнительный, например, изучение персидского языка для Ближневосточника. Это не прописано регулярно, изучение второго восточного, потому что это связано с большими трудностями, как организационными, так и трудностями для студентов. Но такая возможность есть. Ну, а принцип общий такой. Да, японский 5 лет, китайский 5 лет, корейский 5 лет и арабский 5 лет. И вы изучаете его достаточно интенсивно. У вас по 7-9 пар в неделю языка в зависимости от года обучения. Сначала вы изучаете базовый курс восточного языка, ну, вот в данном случае вашего корейского. Да, вы спросили про корейский. Да, сначала у вас идет базовый курс корейского или японского, или китайского. Потом у вас идет продвинутый курс. Дальше у вас идет уже по аспектам изучения. и на пятом курсе вы заканчиваете языком для профессиональных целей. То есть это уже выход с восточным языком в вашу профессиональную среду. Ну, вернее, шлифовка. Этим мы занимаемся и раньше, но на пятом курсе мы уже окончательно шлифуем ваш язык для вашего профессионального общения. Ответила на ваш вопрос? Если нет, допишите. Изучение очень интенсивное, очень интенсивное. У нас очень много языка на программе, причем он изучается как с нашими преподавателями российскими, так и с носителями. На всех четырех направлениях есть носители. Практически с первого года обучения мы вас сразу, не года, с первого месяца обучения, мы вас погружаем в среду, в восточно говорящую. У нас есть языковые клубы, которые мы сразу приглашаем наших первокурсников. Я лично всегда говорю первокурсникам, когда провожу встречу с ними при поступлении. Вот они поступили, у нас там 30 августа, 1 сентября у нас встреча. Я им всегда говорю, не бойтесь языковых клубов, приходите в них сразу, потому что мы очень лояльно относимся ко всем желающим. Вы можете прийти и общаться, например, просто слушать, смотреть, говорить на русском, говорить на английском. То есть мы не обязываем никого, придя в японский разговорный клуб, сразу, ну-ка, сначала предъяви свой японский уровень, а потом уже разговаривай, приходи в наш клуб. Нет, мы приглашаем всех, потому что мы считаем, что нужно незаметно, плавно и очень быстро и нежно погрузить студента в языковую среду. И мы это делаем и довольно успешно. Наши первокурсники очень активны. И не только, кстати, с нашей программы. Нам в наш клуб приходят студенты и других программ, изучающие восточные языки в высшей школе экономики. Мы всех приглашаем, мы всем рады. У нас клубы по всем четырем региональным направлениям, причем не только, например, по языку. Есть клуб любителей японского кино, есть клуб дебатов по ближневосточным проблемам. То есть у нас, это помимо разговорных клубов, то есть у нас очень активно развивается внеаудиторная деятельность, которая поддерживает нам изучение языков. И поэтому наши студенты на выходе имеют очень хороший результат, это я без ложной скромности могу сказать. У нас очень многие сдают экзамены на международный сертификат по китайскому языку, по японскому языку. У нас есть, ну не скажу, что много, но есть реально достаточно случаев, когда сдается высший уровень. Ну в японском, в случае Японии, например, N1, кто знает, о чем я говорю, да? То есть это уровень владения языка на уровне носителя языка. Вот я сама его дала и очень гордилась этим в свое время. Но это было довольно давно уже. А вот когда студенты, мои родные наши, милые студенты сдают это по окончании обучения, это вообще прям слезы на глаза наворачиваются от того, что вот наши студенты за годы обучения достигают вот такого высшего, по сути, признания, в своем владении восточным языком. Потому что эти сертификаты, как вы понимаете, результаты проверяются независимо, и сертификаты выдаются, ну, например, японским правительствам, да, министерствам образования. То есть это не мы оцениваем, это внешняя оценка, и мы очень рады, что эта оценка дает такие результаты. У нас на странице программы нашей есть вкладка справа «Достижения студентов». Вот если вы зайдете по этой вкладке, «Достижения» вы увидите, «Достижения студентов». Вот там перечислены многочисленные достижения наших студентов, в том числе про сдачу международных экзаменов. Мы сначала давали это общей лентой, а потом мы поняли, что достижения по экзаменам надо выносить отдельно, потому что у нас огромное количество студентов сдают международные экзамены по японскому, китайскому языкам, выступают на Олимпиадах. Опять же, следите за лентой наших новостей. Наши студенты регулярно занимают призовые и первые места на Олимпиадах по языкам. Совсем недавно это случилось к китайскому языку. Наши студенты получают за это гранты и уезжают учиться за границу, ну, в страну изучаемую или в регион изучаемого языка за Олимпиады. Так случилось, наши студенты получили на Олимпиаде, заняли первое место и получили грант полгода обучения в стране изучаемого языка. То есть мы очень много внимания уделяем языку, потому что это один из основных ваших профессиональных инструментов, и делаем это довольно успешно. И теперь, плавно переходя к вопросу о стажировках, какой процент студентов ездит? У меня даже где-то были цифры. Этот процент немножко отличается, например, по весеннему и осеннему семестрам, охотнее ездят осенью, меньше ездят. Ну, опять же, тут вопрос, ну, сейчас вообще ни о чем нельзя говорить уверенно, но у нас примерно, ну, половина точно, да, тут еще зависит от региона. Например, очень много ездят в Китай, потому что они ездят не только по программе наших университетских обменов, но очень много позиций нам предоставляет посольство Китая. Похожая ситуация и с Кореей, и с Японией. Посольство Японии и посольство Кореи нам предоставляют места для наших студентов на особых условиях. То есть мы можем проходить, наши студенты могут проходить конкурс через посольство, а могут получать дополнительные льготы, такая у нас есть договоренность. То есть есть отдельные программы, где достаточно не конкурс проходить, а просто, например, рекомендации вашего вуза. Вот если мы вас рекомендуем как человека, который, да, достоин провести там определенное время в стране изучаемого языка, то иногда достаточно бывает нашей рекомендации, вы идете вне конкурса. Есть и такие программы, это точно есть, и наши студенты по ним проходили и уезжали, и учились. То есть варианты самые разные есть. Здесь про процент сказать сложно, но я думаю, что половина, да, если усреднить совсем усреднить, то половина ездит точно, да, ну а скорее процентов, бывали годы, когда у нас ездили 80% студентов. Бывали такие годы, когда мест было, ну, практически больше, чем желающих. Сейчас скорее тенденция, не буду вас сильно обнадеживать, сейчас, чтобы потом вы мне не сказали на этом курсе, где мое место. Тенденция не очень такая, прям 80% обещать не могу, потому что у нас очень сильно увеличивается контингент. Если раньше мы рассчитывали цифры наших стажировок, исходя, например, из того, что у нас на каждом курсе учится порядка, там, ну, 40, да, 50 человек, 60, то сейчас у нас на каждом потоке, первый курс, второй, третий, четвертый, по 150 человек. У нас очень сильно увеличился контингент за последние три года. Огромное количество студентов поступает. И, конечно, относительная, цифры, показывающие относительное участие студентов в стажировках, они немножко уменьшаются. Вы понимаете, да, что отправить из 60 человек 50 и отправить из 150 человек 50 – это разные вещи. То есть, если говорить в абсолютных цифрах, которые не очень показательны, но, тем не менее, если говорить в абсолютных цифрах, у нас очень много контактов и местных стажировок. Мы это уверенно заявляем, без ложной скромности, что у нас очень хорошо налажен академический обмен со странами и регионами, исключаемых у нас языков и региональных направлений. В абсолютных цифрах, да, у нас их очень много. В самых разных странах счастье, что у нас получается с ближневосточным направлением, потому что еще два года назад нам было мало что ответить на стажировки по ближневосточному направлению, а сейчас это прямо растет очень быстро. Количество мест, например, в Катаре, у нас студенты проходят стажировку в Марокко, в Израиле, то есть увеличивается количество в Египте, увеличивается, ну, Египет, там, сложная история геополитическая, вообще с Ближним Востоком вообще сложная геополитическая история, но мы стараемся как-то с этим бороться, не с геополитикой, конечно, а находить какие-то возможности для устройств наших студентов на стажировке по ближневосточному направлению. И теперь по системе отбора, вот долгосрочная, я не знаю, что вы имели в виду, вот в вопросе было, да, вот долгосрочная. У нас есть разные типы стажировок от двух недель до года и даже до полутора. Причем это зависит не от нас, это не мы устанавливаем такие сроки. Нам предлагают такие сроки наши партнеры, наши университеты в Восточном регионе. То есть иногда нам предлагают годовые стажировки, это нельзя изменить. Иногда нам предлагают месяц. Хотите на месяц? Ну, месяц хуже, чем год, но лучше, чем ничего. И, конечно, мы с удовольствием соглашаемся. Есть вообще много ознакомительных стажировок, когда студентов приглашают на две недели. Тут речь идет уже просто, например, о летней школе или о какой-то разовой поездке на какой-то конкурс, плюс путешествия по стране. Самые разные форматы бывают. Если говорить о долгосрочных стажировках, например, годовых, мы в последнее время придерживаемся правила, что лучше двое студентов съездят по полгода, чем один на год. Или трое съездят на год по четыре месяца, чем один на год. Понимаете мысль? Мы дробим стажировки. Если у нас есть такая возможность, я еще раз повторю, иногда нам условия ставят университет и говорят только на год. Отлично, мы только за. Пусть студент едет, который ты заслужил, и учится год. Это не то, что я хочу кого-то чего-то лишить. Но если ситуация такая, что нам дают годовое обучение, и мы можем выбирать, сколько студентов поедут на эту стипендию, мы делим или пополам, или на троих человек, если это происходит без ущерба для учебного процесса. То есть, понятно, если предлагается годовая стажировка, которую нельзя разделить, например, там идет последовательно, да, они в сентябре начинают, или в апреле, если вещь о Японии, например, и последовательно учатся до марта. И вынуть их из этого процесса нельзя. Нельзя? Хорошо, не вынимаем. Но если, например, студенты едут и в свободном порядке набирают себе дисциплины, изучают язык восточный, еще что-нибудь там набирают, да, соответственно, там культуру, историю, экономику, набирают из дисциплин принимающего университета, то мы можем предложить студентам поехать на 4 месяца. Что мы часто делаем? Почему? Ну, один аргумент я уже озвучила, да, что я, как руководитель, ставлю перед собой задачу максимально охватить студентов, чтобы они поехали на стажировки. 4 месяца, поверьте, это немало. Это очень немало. За 4 месяца способный старательный студент все успеет. И язык подучить, и в среду погрузиться, и в профессиональную среду погрузиться, и на конференции в Японии выступить, и экзамен сдать. У нас есть примеры очень успешного прохождения стажировок за 4 месяца. Это хороший срок. Поверьте, это очень хороший срок. Это не 2 недели. Ну, хотя на 2 недели мы тоже отправляем, как я сказала. Я бы добавил свой опыт немножко. Я проходил языковую стажировку в Александрии, и как раз-таки действительно, я подтвержу ваши слова, то, что за первые 2 недели только у нас, мы переживаем этот культурный шок, языковой шок, и потом уже хорошо развиваемся. Поэтому 4 месяца – это действительно, действительно хорошее время для того, чтобы практиковать язык и даже многое, что успеть. Хорошо, спасибо большое, Никита. Спасибо. И второй аргумент, да, почему мы отправляем за 4 месяца. Вот первый Никита поддержал, все верно, так и есть. Второй аргумент. Вы учитесь в восточном вузе без отрыва от вашего основного обучения в нашем университете. Вы параллельно обучаетесь в двух вузах. Это непросто, это очень непросто. Если за 4 месяца вы успеваете, ну, это реально успеть и там, и там, то, когда речь идет о годе или даже о полутора года, то тут все становится гораздо сложнее. Наши ребята, которые, например, сейчас проходят стажировку, ну, предположим, в Корее, да, я не буду называть там конкретно, регионы и фамилии, они в середине учебного, они уехали на год по программе обмена, и в середине года вернулись, просто вернулись домой. Вот была такая возможность, в феврале они приехали, у них были каникулы, у них была возможность вернуться. Они приехали в середине своей стажировки и пришли к нам на занятия, на занятия по языку. При том, что мы их старались держать в курсе в ходе их стажировки, что у нас вообще здесь происходит на занятиях, они сказали, что, вы знаете, ведь мы так можем и отстать, потому что у нас обучение в нашем вузе, здесь, в высшей школе экономики, очень интенсивное, и даже находясь в стране языка, вы можете чего-то недополучить, потому что там, может быть, по-иному принципиально, по-иному выстроен учебный процесс, именно обучение языкам. И наши студенты сами поняли, потому что мы им это регулярно говорим, выполняете домашние задания, несмотря на то, что вы в Японии, регулярно выполняете домашние задания, которые вам шлют ваши языковые преподаватели. Не потому что мы такие злые, хотим вас загрузить, чтобы вообще ночей не спали, а потому что вы отстанете. И у меня были случаи, лично у меня, что я принимала экзамен, выпускной государственный экзамен, на него приехали студенты после годовой стажировки, годовой, это были, это хорошие студенты, это 8-9, у них стабильно было 8-9 из 10 всегда, все 4 года обучения. Но объективно в вузе они недополучили той часть, например, перевода с восточного языка на русский и с русского на восточный. А на госэкзамене тогда у нас занимала очень важную часть. И студент, который год провел эффективно в Японии, но не выполнял текущих домашних заданий по переводу, на экзамене столкнулся с тем, что он вот до слез, понимаете? Прям слезы, слезы и разбирательство, и утешение, и родители. Да, вот такая случилась история. Поэтому после этого мы особое внимание уделяем тому, чтобы наших студентов поддерживать и требовать с них. на стажировках, чтобы они выполняли домашние задания и у нас. У нас очень интенсивное, ну, жесткое, если я вас не отпугну сильно, да, жесткое изучение восточных языков, это правда. Но мы результат имеем. Мы имеем результат, оцененный и востребованный на профессиональном рынке. Поэтому, возвращаясь к стажировкам, год – это прекрасно, и полтора – это еще лучше, но вы очень сильно отстанете от нас. Мы перезачитываем дисциплины, и язык мы перезачитываем. Там, понимаете, вот тот студент, про которого я рассказала, он приехал на сессию, у него проблем с оценками не было. Мы ему перезачли. Вот он учился год в стране, и мы ему поставили высокую оценку, итоговую. Да, вот свою восьмерку, девятку он заслужил и получил там. Но ведь на экзамене надо что-то показать. А именно того навыка, который мы формируем, один из основных навыков, сформировано не было. То есть мы перезачитываем, но это не значит, что вы прям можете там сидеть и ничего не делать на стажировке. Мы очень строго отслеживаем то, чем вы занимаетесь там на стажировках. Особенно на основе вот таких случаев, да, когда мы видим их. Мы постоянно тут же оптимизируем, да, делаем более эффективным наше обучение на стажировках. Поэтому 4 года – это… ой, 4 года. Оговорка по Фрейду. 4 месяца. Это оптимально. Это оптимально. Вы уезжаете, вы не сильно отстаете. Мы вам перезачитываем многие дисциплины, а те, что мы вам не смогли перезачесть, вы приезжаете и доздаёте здесь. На сессию позже у вас индивидуальный учебный план. У нас очень личностно ориентированное обучение. Если у вас какие-то проблемы, вы переходите на индивидуальный учебный план и сдаёте дисциплины позже, с опозданием, например, осенью. Это не считается неудом, потому что у вас объективная причина. Вы были на стажировке и не смогли, например, защитить диплом в июне. Есть возможность защиты диплома позже. Ну, соответственно, и сам диплом об окончании вуза вы тоже получите позже. Курсовая работа. Мы можем принимать их дистанционно. И мы делаем это довольно успешно. Это я всё говорю про ситуацию не форс-мажорную, как мы действовали до вируса. Сейчас это всё, конечно, усилистно, но я вам рассказываю про классический вариант обучения, к которому, я надеюсь, мы с вами вернёмся. Так вот, курсовые можно защищать дистанционно, а можно написать заявление и перенести на осень защиту. Если вы понимаете, что вы не справляетесь, вы пишете заявление. Если у вас объективная причина, объективная, то вам создаётся индивидуальный учебный план, и вы переходите со своими, с тем, что вы не успели сдать из-за стажировки, но вы физически не могли быть на экзамене, да, вы были в Китае. Вам переносится на осень, без двоек и без неудов. Понимаете? Вот, поэтому я вам принцип рассказала. У нас, при этом всё, у нас есть годовые стажировки, их довольно много, да, потому что это... Бывает так, что никто не претендует. Бывает так, что Восточный ВУЗ партнёра говоривает, дайте нам год и не меньше. Мы-то только за. У нас задач много, да, мы между ними всё время балансируем между вариантами решения этих задач. Так, если я ответила, да, тогда переходим к следующему вопросу. Если нет, пишите в чате продолжение. Никита, что у нас там дальше? Вы смотрите? Так, да, дальше у нас был вопрос от Ивана. Для поступления... Да, ваша льгота работает, ваша льгота работает по одному предмету, да? Она работает. То есть, если заявлено, что у вас по результатам сдачи именно этого экзамен... Имена... Не сдачи, как это, господи? По результатам призёрства, лауреатства на этой Олимпиаде вы поступаете в БВИ, то есть у вас, например, там, да, про историю, да, у вас пример. Если вы проходите по треку история, то да, именно по истории вам нужно набрать не менее 75 баллов. Совершенно верно. То есть, условия работают на один предмет. Опять же, я уточню, да, потому что я не в приёмной комиссии сижу, но по опыту прошлых лет это именно так. Ульяна Петровна, я, наверное, как я понимаю, Иван спрашивает именно ситуацию того, что 70... 70... Вот у него есть победитель высшего... Да-да, я поняла. ...выше предмет, да? Он действительно её должен подтвердить с 75 баллами. Да-да-да, конечно. А вот это... Что с другими экзаменами? Да-да-да, я это поняла. И именно на это попыталась ответить, что остальные вы сдаёте на минимум. И, опять же, это по опыту прошлых лет, я вот сейчас уточняю, да, я отправила ваш вопрос тем, кто занимается... Кто знает все нюансы приёмной комиссии, да, может быть, к концу я вам уже отвечу. Или потом напишите мне на корпоративную почту, мои данные все есть в доступе на моей странице. Напишите, я вам уточню ещё раз. Хорошо? Если я вдруг не успею получить уточнённый ответ на ваш вопрос. Напишите мне на корпоративную почту, мои данные есть на странице нашей программы на сайте ВШ. Так, оплачиваем, да, вернёмся к вопросу о стажировках. Значит, если говорить о студентах СНОДа и прочими ограничениями, мы, да, у нас не было такого случая пока, но тут многое будет зависеть от условий принимающего университета, потому что зачастую это оговаривается. Студенты при... Ну, по крайней мере, из того опыта, что у нас был на программе, когда студенты уезжают на стажировку, они проходят медицинское освидетельствование. Это требование принимающего вуза. Я сама, когда ездила на стажировки уже как преподаватель, тоже проходила полностью медицинское освидетельствование, потому что университеты, я так понимаю, не очень хотят вести ответственность за то, что может произойти, да, у человека с хроническими заболеваниями во время стажировки. Вот, поэтому здесь многое будет зависеть от требований принимающего вуза. У нас на программе таких ограничений нет. То есть мы, как со своей стороны, не ограничиваем студентов в праве претендовать на стажировки, но может ограничить принимающий вуз. Случаев еще не было. В смысле, случаев даже заявок таких не было, но у нас совершенно точно нет никаких ограничений. Возможно, только это может взять принимающий вуз. Так, что оплачивают студенты во время стажировок? Это тоже очень неоднозначный вопрос, и ответ будет тоже неоднозначный. У нас есть масса вариантов, что требуется оплачивать. Бывают самые хорошие случаи. Начнем с самого хорошего, да, когда все оплачивает принимающая сторона. Такое бывает. Вы едете, например, в Японию на полное обеспечение. Вы получаете стипендию, ну, там, например, 110 ман, ну, порядка 1000 долларов в месяц или 800 долларов в месяц. Ну, разные бывают суммы. 500, ну, я так условно перевожу сразу из йен в доллары. Это стипендия, которая покрывает ваши расходы там. Бывают случаи, когда вы едете туда, и стипендия покрывает вам только проживание. То есть, еще раз, в любом случае обучение у вас бесплатное. Если вы едете по программам обмена с нашими вузами-партнерами, обучение у вас бесплатное. Обучение вы не платите. Что касается остальных расходов, как я уже сказала, иногда вуз предоставляет стипендию, иногда посольство предоставляет стипендию. Посольство Китая, Кореи, стран Ближнего Востока, Японии. Такие случаи есть, они тоже нередки. Посольство предоставляет вам эту стипендию. Иногда сам университет дает вам стипендию, которая покрывает или полностью ваше пребывание, как я сказала, да, 1000 долларов, порядок 1000 долларов, приличная стипендия для студента, при том, что Япония дорогая страна. Но тем не менее. У меня студенты когда-то жили вдвоем на стипендию 800 долларов. Да, вот так выбрали. Поехали вдвоем на одну стипендию. Выжили. Выжили нормально. Доучились, проучились. Год, по-моему, они существовали на одну стипендию. Было такое. Ну, это очень давно было еще. Очень давно. Но, тем не менее, прецедент был. Есть случаи, когда оплачивая стипендия не предоставляется. А вам предоставляется бесплатное жилье. Тоже вариант. Есть случаи, когда вам предоставляется оплата билетов. А за все остальное вы платите сами. Понимаете, я иду по нисходящей. То есть, конечно, идеальный вариант, когда вам дается стипендия, которая покрывает все. Но иногда вам даются не живые деньги, а бесплатное проживание. Иногда это бывает с купонами на питание. Проживание плюс купоны на питание в университетской столовой. Такие варианты тоже бывают. Иногда вам ничего этого не оплачивается, а дается какая-то субсидия или небольшая стипендия на приобретение литературы. То есть, вам не даются, опять же, живые деньги вы не получаете, но вы можете прийти в книжный магазин и на определенную сумму купонов набрать себе учебные материалы, которые вам предоставляют. Есть программы, где ничего не предоставляется и не оплачивается. Такое тоже бывает, да. У нас только бесплатное обучение. Все остальное вы оплачиваете самостоятельно. Тоже бывает, да. То есть, это уже варианты, когда вы платите достаточно большую сумму. И ваше проживание в этой стране, да, выливается в немалые финансовые расходы. Есть варианты, когда вы уезжаете без стипендии. Это тоже реальный случай, я вам рассказываю. Когда вы уезжаете без стипендии, существовать там на свои средства, но вы себя там так хорошо рекомендуете, что по ходу дела вам дают стипендию. То есть, вы уехали, например, в марте, в апреле, мае зарекомендовали себя отлично. И начиная с июня по июль два месяца вам выплачивается стипендия. То есть, на месте вы можете дополнительно претендовать на стипендии и получать. Это тоже реальный случай. У нас так было, и студенты очень были рады, что они себя так хорошо показали. Сказали, слушайте, ну, ребята, давайте стипендию дадим им, что ли. И далее. Так, надеюсь, что я ответила ваш вопрос. Вы видите, что самые разные варианты существуют у нас. Вот, Ульяна Петровна, да-да-да, Ульяна Петровна, появился вопрос. Если студент едет на годовую стажировку, он оплачивает этот год обучения в высшей школе экономики? Да, как я уже сказала, вы параллельно учитесь в двух вузах. Да. Вы параллельно учитесь. То есть, вы даже так, может быть, и неправильно говорите. Вы учитесь в нашем вузе. Вы учитесь у нас. И поэтому вы как бы не покидаете наш вуз. Вы не пишете заявление, и вы продолжаете являться студентом нашего университета. Единственный момент, который существует, есть случаи оформления, как я уже сказала, индивидуальных учебных планов, и вам может произойти перезачет дисциплин, которые вы как бы не проходили. То есть вы где-то... Ну, в общем, это сложная система. Давайте так, к чему она приводит, эта система? Вы оформляете учебный, индивидуальный учебный план, и есть нюансы, при котором вам из вашего учебного плана вынимаются дисциплины, которые вы в итоге не оплачиваете. Понимаете? То есть мы целиком отменить оплату не можем, но частично из вашего учебного плана мы можем вынуть дисциплины, которые вы не будете оплачивать. Есть такой определенный прям механизм, на сколько процентов уменьшится ваша оплата. Вот такой есть механизм. То есть мы подходим гибко, как я уже сказала, к вашему учебному плану. Одно дело, когда вы учитесь от и до, да, и без всяких там нюансов, да, вы учитесь и оплачиваете. Другое дело, когда у вас есть всякие нюансы. Это очень часто бывает. По-моему, у нас больше половины студентов имеют вот такие всякие исключения. Тот уехал, тот вернулся, тот отложил, тот продлил, та замуж вышла, этот в академию шел, тот получил двойку, но вернул. В общем, очень много всяких нюансов. Этим занимается наш учебный офис. Приходите на наш день открытых дверей, когда у нас будет участвовать наш менеджер Светлана Владимировна Суботина. И она как раз такие вопросы вам озвучит подробнее, да, какие, может быть, расскажет кейсы интересные, что у нас бывало. Вот все нюансы, связанные с оформлением студентов, с оформлением их обучения, она, можно сказать, еще более подробно, потому что она целый день только этим и занимается, нашими студентами и нюансами их обучения. То есть, надеюсь, что я ответила на вопрос, Александра, если нет, еще раз уточните. Полностью вы не можете не оплатить, но вам что-то вынут из того, что вы по факту не прослушали, а где-то перезачли или прочие какие-то есть механизмы. То есть, отдельная дисциплина, вам уменьшится оплата на какой-то процент из-за того, что мы вам вынем из учебного плана какую-то дисциплину. Одну, две, три, бывает всякое. Вот такой принцип. Но в любом случае, уважаемые слушатели, студенты, будущие наши, абитуриенты, родители, друзья, приходите на день открытых дверей, у нас там, во-первых, будут вебинары проводиться с руководителями секций, вот конкретно, да, с руководителем секций Японии, с руководителем секций Китая, Кореи и Ближнего Востока. Следите за нашими объявлениями, эти вебинары предполагаются быть очень интересными с точки зрения глубокого освещения именно вашего региона. Вы можете прийти и послушать подробно про Японию, вот что, как у нас представлена Япония на программе. То есть буду рассказывать уже не я, потому что я курирую все в Востоковедении, да, а будут рассказывать руководители именно секций, те, кто отвечают за конкретно региональное направление. И они смогут вам рассказать более системно, глубоко и интересно о том, что происходит конкретно на корейском направлении, китайском направлении, ближневосточном и японском. Такая серия вебинаров из четырех, соответственно, будет проведена в ближайшее время. Я думаю, в начале июня, в первых числах. Кроме того, будет проведена по плану наш, будет проведен день открытых дверей, где мы вам представим уже информацию на начало июня, свежую по приему. Ну и там у меня будет уже и презентация, более подробно смогу вам, в том числе, например, учитывая ваши сегодняшние вопросы, смогу вам еще раз более подробно рассказать о нашей программе. Так что следите за новостями, в принципе, читайте, что у нас происходит. Это очень интересно. У нас действительно очень такая жизнь насыщенная на программе. У студентов, мягко говоря, есть чем заняться, а не мягко говоря, они у нас загружены какого-то суточного учебы, вне аудиторной деятельности. Даже сейчас в наших таких печальных условиях, к сожалению, у нас проходят онлайн мероприятия. Присоединяйтесь к нам. У нас очень интересные лекции, вебинары. Вот сейчас будем праздновать онлайн Oriental Crazy Day. Если вы знаете, у нас каждый год проходит День сумасшедшего востоковедения. Это всегда было очень интересное мероприятие, каждый год в конце мая. В этом году, к сожалению, мы вынуждены перевести его в онлайн формат, но все равно это будет очень интересно. Мы будем вспоминать, как это было раньше. Есть ссылки на это. Это действительно Oriental и действительно Crazy. У нас все Crazy в плане того, что очень-очень интересно. Так что приходите, погружайтесь в восток, приходите на наши дни, и будем ждать вас в сентябре, в июле-августе и в результате в сентябре. Хорошо? Спасибо большое за такое замечательное выступление и ваши потрясающие ответы на вопросы, развернутые. Да, действительно, дорогие абитуриенты и родители, актуальная информация всегда выкладывается на страницах образовательных программ сайта Высшей школы экономики. Также есть группа ВКонтакте для абитуриентов, куда мы обязательно выложим информацию о всех мероприятиях, о которых ранее сказала Ульяна Петровна. Кроме того, на сайте Высшей школы экономики всегда публикуются анонсы мероприятий с преподавателями, информация о круглых столах, информация о конкурсах и других мероприятиях. Поэтому будьте с нами и следите за новостями. Если у Вас появляются вопросы, обязательно, обязательно пишите Ульяне Петровне, обязательно пишите Екатерину Геннадьевне Ентиной, заместителю декана по работе с абитуриентами и выпускниками. Чуть позже появятся контакты кураторов направлений, с которыми Вы тоже можете связаться и спросить у них, задать им вопросы в учебном процессе, в их опыте. И, конечно же, будут встречи с преподавателями. Всем спасибо, всем всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok